Евангелие от Луки, 16 глава 16 глава Евангелия от Луки начинается с рассказа о том, что у богатого человека был управитель, о котором вдруг заговорили, как о нечестном и хитром. Я не знаю, что толкнуло этого человека на путь обмана и воровства, но когда слухи подтвердились, то призвали его к отчету. «Дай отчет, что я слышу», – сказал хозяин. Я помню, в Айдахе я беседовал с тремя ребятами, они негодовали на своих родителей, которые, ну, в общем-то, дух контроля имеют над ними. В общем, скучно. То нельзя, это нельзя. И жаловались они. А я говорю, а что же родители не знают, что написано о молодости, что, юноша, ты, в общем-то, веселись и, в общем-то, радуйся и по видению или отчей твоих поступай. В общем-то, наслаждайся жизнью, когда есть здоровье и молодость. А нет, дядя Миша, а где это написано? Мы хотим родителям почитать. Ну, я им сказал, вот, откройте Екклезиаста 11 главу, тут написано, смотрите, «Веселись юноша в дни юности твоей, да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению отчей твоих». Они записывать хотели, чтобы порадовать родителей, чтобы они их не докучали. А когда дочитали этот стих, ну, отчет будет, знай, молодой человек, знай, что на суд тебя Бог приведет. Будет время, когда нужно будет отчитаться, что ты делал здесь за свою жизнь короткую земную, что успел натворить. Дашь отчет. Хотим мы этого или не хотим. Мы предстанем пред судом. И как мы сегодня уже слышали, милости будем просить. Или суда. Когда он узнал, что о его проделках, этого неверного управителя узнали, ну, как всегда, когда о нас узнают, что мы сделали тайное, то кто сказал? Знал бы, не делал, знал бы, не говорил. Он заметался, потому что нужно дать отчет. И пришло решение, пока еще занимает положение, пока еще управляющий, то, в общем-то, решил позаботиться о будущем своем. Помните, он призывает должников своего господина и говорит, сколько ты должен моему господину? Он говорит, сто мер пшеницы. Он говорит, прекрасно. Напиши. Возьми расписку, напиши пятьдесят. Тот удивился. Но переписывали должники, переписывали расписки и, в общем-то, радовались, какой щедрый управитель. А ты сколько должен? Ну, сто мер масла. Восемьдесят. Тоже неплохо. Восемьдесят неплохо. Они уходили довольные и радостные. Что-то щедро с ними поступили. Сработал он, ну, вот этот принцип сработал. Я тебе, ты мне. На будущее он смотрел. Вы знаете, когда хозяин узнал о том, что произошло, он не под суд отдал человека этого. Он его даже похвалил, что догадливо поступил, что о будущем побеспокоился. И Христос, обращаясь к фарисеям, им сказал, вам вверены духовные ценности. Вы знаете о загробной жизни. Вы знаете пророков. Вам данное Писание. Вам духовные ценности доверены. А вы не заботитесь, не хотите заботиться о будущем своем. Помните, как-то на конференции у нас кто-то рассказывал о картине, которая была написана, молодой человек играет в шахматы с сатаною. Я не видал этой картины, но мне понравился рассказ. И на поле шахматном осталось у молодого человека несколько фигур. Помните? И художник написал, сзади этого молодого человека стоит ангел, и весь вид его показывает, брось играть. Проиграешь. Христос хотел этим рассказом остановить фарисеев, которые были сребролюбивы, которые променяли ценности вечные на временные. Бросьте играть, он говорил им, проиграете. А написано, а они над ним смеялись над Христом. Они посмешище с Него сделали. Они сделали вид, что это их не касается. Я в одной церкви большой видел на стене фойе надпись. Большая надпись, но только пару-пару предложений запомнил и люблю вспоминать. Написано, вы называете меня всемогущим и не благоговеете. Вы называете меня справедливым и не боитесь. Они, написано, смеялись над Ним, потому что были сребролюбивы. Он знал, Он видел их сердца. Я не знаю, насколько Слово Христа и этот пример повлиял над них, насколько поменял их. Я не знаю. Скорее всего, нет. Не получилось. И тогда Христос приводит второй пример для них, который мы прочитали, от человека, который был очень богат. Настолько богат, что позволял себе каждый день устраивать пиры. Каждый день в его доме была забота у поваров, как у девятичем гостей, и у портных. Он каждый день пересосуществовал блистательно и одевался в порфиру и весон. Его пиры и одежда его впечатляли гостей. О Боге думать не хотел. Сын обетованного народа, знавши закон и пророков, Бога в свою жизнь пускать не хотел. Я вчера перелистывал опять свою книжку, которая там в фойе, их там осталось немного уже. И рассказ вспомнил. На свалке в Мексико я вспоминал этот рассказ. Люди слушали, собралось много людей, мексиканцев, свалка и зловоние над свалкой. Они собрались грязные, уставшие. И я проповедовал, о небе говорил этим людям, что небо над этой свалкой им может принадлежать. И рассказ вспомнил сейчас на память пришло. На Кавказе в далеком прошлом жил человек, богатый очень. У него была своя земля, лес свой, горы свои. И каменоловни там, или как их, мастерские, где обрабатывали камень горный. В этой мастерской одной из них работал христианин. И однажды у богача и, в общем-то, этого бедняка, работяги, встреча произошла. И как наши всегда, те, кто живут, небом живут, они стараются говорить об этом. Потому что, как мы сегодня и слышали, от избытка сердца уста говорят. И он начал говорить о вечности, о небе богачу. Богач немного послушал и, прерывая его, сказал, зачем мне это все нужно? Земля, на которой ты стоишь, моя земля, горы, которые ты видишь, мои горы, лес на горах, тоже мне принадлежит. И, казалось, беседа, в общем-то, закончилась. И вдруг бедняк сказал слова, которые, ну, в общем-то, зазвучали вот в ушах богача, и долго еще он об этом размышлял. Бедняк спросил у него, слушай, а вот небо, которое над горами, тоже тебе принадлежит? Он говорит, нет. И вот с какой уверенностью этот человек, христианин, сказал слова эти. Вот у меня на земле, говорит, здесь нет ничего, кроме мозолистых рук, но небо, которое над горами, оно мне принадлежит. Как хорошо, когда эту частицу неба мы имеем в сердце. Как это прекрасно. Я сегодня проснулся, у нас часовой пояс разный, три часа, то есть у вас семь, у нас четыре утра. Я так радовался, что есть у меня Господь, что небо мне принадлежит. Я несколько раз в Америке и за океаном проповедовал с гробом. Вот так вот побуждение было, это были специальные собрания, в похоронном бюро заказывали гроб, привозили на это собрание специальное. Я беседовал, в общем-то, тихая беседа у пустого гроба. Я открывал крышку, закрывал ее. Люди внимательно слушали. Я спрашивал, когда лучше всего начать думать о загробной жизни. Юность или детство даже, юность, зрелый возраст, старость. В общем-то, о смерти мы стараемся не думать, о загробной жизни не думать. Гонят, в основном гонят люди мысли о загробной жизни, о смерти. Наш богач, он был избавлен роскошью. Он не хотел думать о смерти. Он не желал пустить Бога в свою жизнь. Он каждый день першествовал блистательно. И вот рассказывает Христос этим богатым людям эту историю. Говорит, что у ворот этого большого поместья лежал человек, Лазарь. Он думал, что выбрал удачное место, когда, в общем-то, пришел просить подаяния к воротам большого поместья. Мы иногда думаем, что вот миссионерам помогут только богатые люди. Неверно. Бедные больше жертвуют, я знаю это. Те, кто понимают, страдание или нужду пережили, кто пережил нужду, тот может понимать нуждающихся. Избалованное благополучием не очень тянутся, чтобы дать подаяния. Он видел, когда проезжали колесницы и кареты. Каждый вечер проезжали мимо колесницы и кареты. Люди как бы не замечали лежащего этого человека, которого организм был просто истощен от недоедания. Какая-то болезнь покрыла его тело язвами, которые от ветра и солнца лопались, и кровь выступала. Почему псы, бродячие псы, подходили и лизали эту кровь. Его вид он не сострадание вызывал у проезжающих, а, скорее всего, отвращение или страх, чтобы заразиться. Он слышал каждый вечер, как смех, музыка, в общем-то, пение доносилось с имения. Там пиры были каждый вечер. Отходов хватало пищевых. Но почему-то так поступали люди. Он желал напитаться крошками, сказал Христос, которые, в общем-то, даже на пол падали. Но никто не давал ему. Вы знаете, чему я радуюсь? Что пришел тот долгожданный миг у Лазаря, которому посвящена вся жизнь наша. Когда дух оставил больное, истощенное тело голодом. Я знаю, вы молоды, об этом сейчас мало думаете. Но как прекрасен этот миг, когда дух расставляет тело. Я читал много историй о клинической смерти. Рассказывают разные истории. Люди, которые пережили смерть клиническую, и потом вдруг дух опять, или душа возвратилась в тело. Многие говорят, как не хотели мы входить обратно. Насколько прекрасен тот миг, когда мы расстанемся с землей. И Бог готовит нас к этой встрече. Человек лежал больной, не в мире с Богом. Он понимал, что умирает. Он это ясно понимал. А покаяния не было. Он все как-то оттягивал, медлил. Помните, там картина у него висела в комнате, где он лежал. Он решил так. Вот обманутый оказался. Решил так. Вот начнет расплываться картина, тогда я покаюсь. Вот пока картина не расплывается, пока есть сознание, пока есть возможность принимать решения, пока есть возможность с Богом наладить отношения. Христос рассказал эти два рассказа. И те, кто слушали, я не знаю, какое впечатление на них произвели эти два рассказа, которые Христос привел. Но дорога в небо начинается здесь на земле. Время пришло нам помолиться. Я, может, доскажу потом проповедь когда-нибудь. Давайте встанем. Друзья мои, если у вас есть желание сегодня наладить отношения с Богом, поспеши в объятия Христа. Слышишь? Поспеши. Пока время милости, пока Бог протягивает руку, чтобы тебе помочь поднять тебя. Этот гимн мы сейчас споем, чтобы порассуждать и поддержать нашего брата в молитве, что ты медлишь на грешном пути. Спеши. Прими решение сегодня. Поспеши в объятия Христа, эти нежные, эти нежные объятия, но крепкие, сильные, чтобы спасти тебя. Мы будем петь и молиться. ПЕСНЯ Христа, ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.